Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск, в студии Галина Кочарова. 16 новых единиц техники на сумму около 100 миллионов рублей городские коммунальщики продемонстрировали машины, которые в ближайшее время будут убирать и ремонтировать городские улицы. Специалисты подтверждают, они отвечают самым современным стандартам и технологиям. Парк Дорожного специализированного учреждения пополнили машины укладки, асфальта, мусоровозы, тракторы, пылесосы. Техника высокотехнологичная, поэтому и принцип уборки изменится. Долго мы ее ждали, у нас очень большой праздник сегодня, поэтому зиму будем работать. Если приобретенная техника хорошо зарекомендует себя, то город будет искать средства на приобретение очередной партии агрегатов. Оценить возможности машин дорожные рабочие могут уже сейчас. В городе полным ходом идет ямочный ремонт, а также санитарная уборка. Пункты договора в конкретном действии. Глава Магнитогорска Виталий Бахметев в очередной раз посетил Магнитогорский цирк и проверил, как в учреждении идет ремонт. Напомним, городская администрация откликнулась на предложение руководства цирка и решила оказать посильную помощь, в частности найти шефов. Все наши договоренности остаются в силе. Мы нашли пути оказания поддержки нашего цирка Магнитогорского. Я считаю, что нормальный путь, как мы сегодня поддерживаем школы, садики. За счет шефской помощи мы определили количество шефов и тех шефов, кто будет заниматься этим делом. Смотрим, как реально воплощаются дела жизни. Хочу сказать, что на 90% все уже сделано, за исключением нас тормозит наличие животных, и мы не можем красить и менять трубы на конюшке, когда там находятся животные. Как только будет перерыв между программой, мы это оперативно все сделаем. Оборудование закуплено, ремонтная бригада на готове ждет отмашки. В завершении встречи Виталий Бахметев пообщался с коллективом Магнитогорского цирка и ответил на вопросы. Шутники-правонарушители. Накануне на одной из самых оживленных магистралей автолюбителями было замечено передвижное устройство, не предназначенное для дорог. Подростков от трагедии спасло только то, что в это время на проспекте проводились дорожные работы и автолюбители заранее снижали скорость. Можно ли привлечь горе шутников за такую выходку к ответственности, мы попросили ответить сотрудников ГИБДД. Действие данных молодых людей подпадает под действие части 1 статьи 12.30 кодекса об административных правонарушениях, а именно нарушение правил дорожного движения пешеходам, пассажирам, либо иным участникам дорожного движения, повлекшее создание помех в движении для других транспортных средств и наказывается административным штрафом в размере 1000 рублей. Данные лица будут подвергнуты административному наказанию в случае, если будет установлена их личность. Мы просим тех, кто узнал этих молодых людей или знает, где они учатся, позвонить нам в редакцию. Телефон 21-43-12. Все лето центральный стадион будет закрыт для спортсменов. Глобальная реконструкция началась осенью. Строители убрали естественный газон и положили основания для будущего поля. Зимой продолжать реконструкцию было нельзя, но теплая весна возобновить стройку позволила раньше запланированного. Само поле пока вот в таких рулонах. Производитель дает гарантию 10 лет. Легко атлет надеется, что столько же прослужат и новые беговые дорожки. В конце мая готово будет поле, а к сентябрю весь центральный стадион. Сегодня завершает работу 10-й международный фестиваль Вива-Опера. В юбилейном галоконцерте, который пройдет сегодня во Дворце культуры Мессер Горджиникидзе, выступят звезды мировой оперной сцены Жан-Лука Пазолиниев, Ульвива Аберта, Рафаэля Москола. В первом отделении прозвучат арии, дуэты и сцены из опер Пучини. Во втором русская классическая опера Глинка, Бородин, Чайковский. Начало в 19.00. Далее о погоде. Я же с вами прощаюсь и желаю добрых вестей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА